Рентген-кабинет приемного покоя пока больше напоминает стройплощадку. Здесь сделали ремонт, провели новые коммуникации, уже смонтировали подвижной стол. Основу рентген-комплекса. При помощи джойстиков управлять им можно даже из соседнего помещения. Для производства снимка тяжело больному. Не надо будет его, собственно, больного просить. Подвиньтесь левее, правее. Просто можно будет, регулируя направление движения деки стола, подвинуть влево, вправо, подвинуть колонну к ножному концу, либо к головному, чтобы обследовать нужную нам область, практически не трогая, лишний раз не травмируя пациента. Наличие такого оборудования во многом облегчит работу врачам при постановке правильного диагноза и сэкономит время. Комплекс работает в аналоговом и цифровом режиме. А это возможность уйти от привычной пленки и фиксировать изображение на цифровых кассетах. Скорость цифрового метода в 6-7 раз выше, что значительно уменьшает облучение. Для контроля электронный дозиметр. После того, как эта кассета вставляется в сканер, сканирует изображение, переводит его в цифровой формат, передает на компьютер, на монитор компьютера, с которого можно его описать, можно распечатать, можно сохранить на флешке, можно в конце концов здесь в данных компьютерах есть довольно-таки объемные терабайтовые базы накопителей, в которых можно формировать базы данных. Монтаж нового оборудования ведет бригада российского предприятия-изготовителя Апрелевского завода рентген-техники. В начале мая обещают запустить комплекс в тестовом режиме. Постараемся к 1 мая закончить, чтобы уже провести обучение доктора и рентген-лаборантов на комплексе, чтобы как можно быстрее они смогли ставить диагнозы на новой технике. В последний раз рентгенологическое оборудование закупалось в 1987 году. В рамках государственной программы по переоснащению медицины за последние 4 года было приобретено 10 современных флюорографических цифровых аппаратов, а также 4 новые рентгенологические установки. Одна из них вот уже несколько лет работает в Бендерской горбольнице. За это время здесь провели более 20 тысяч исследований.